как нарисовать глаза как рисовать глаза поэтапно привет я дарья поздняк и сегодня второе видео на в прошлом видео мы нарисовали вот такой глаз сегодня мы будем рисовать ракурс три четверти вид немножко сверху я подготовил референсы здесь тональная раскладка глаза здесь профиль и давайте обсудим значит глаз это у нас шарик вот смотрите я вам уже рисовала вот как это выглядит в профиль вот он шарик глазное яблоко это шарик на этот шарик вот здесь одевается ратушка и зрачок и шарик накрывается веками посмотрите пожалуйста вот здесь толщина века и здесь толщина века то есть века имеет толщину и плюс еще там есть некоторое расстояние чтобы это века плавала по глазному яблоку и его не задевала не царапала и вот эта толщина вместе с этим расстоянием довольно большое и мы его можем в некоторых местах даже немножко увеличивать чтобы передать трехмерность потому что если мы будем рисовать его линии то у нас будет плоскостное изображение а нам нужно передавать объем объем и вот именно для того чтобы показать и проявить этот объем мы должны показывать вот эту вот толщинку нижнюю толщинку если мы смотрим сверху вот как вот здесь здесь на самом деле верхняя толщинка она видите темным нарисована и здесь тоже я ее просто закрыла маркером то есть вот на этот глаз когда мы прямо смотрим можно увидеть и нижнюю толщинку и верхнюю толщинку если мы смотрим на глаз сверху то будет видно больше нижняя толщинка как у меня здесь сегодня как я буду рисовать а если мы смотрим на глаз снизу то мы будем видеть больше верхнюю толщинку а нижняя будет от нас как бы более больше закрываться это очень важно и еще один момент смотрите из-за этой толщинки у нас вот этот перепад а он не в одну линию то есть вот именно вот этой вот линии мы это показываем это тоже важный момент если вы рисуете глаз в профиль вот эти ступеньки они очень очень важны и сейчас мы будем лепить глаз три четверти вид немножко сверху поэтому мы будем видеть довольно много вот этой нижней толщинки я сделала предварительный рисунок мочить бумагу сегодня не буду а и давайте сразу заливать сразу предлагаю заливать с больших плоскостей как я люблю я наметил тут бровь наметил какие-то теневые моменты в принципе вот я сразу предлагаю залить большой теневой момент это всегда очень хорошо начать с большого пятна пока заливаем не очень темным средним то и заодно сейчас это выделит мой рисунок акварельная заливка и вам будет лучше видно так я могу сразу же сделать бровь наметить чтобы у вас рисунок наметился и показать пару линий смотрите если вы смотрели какой то хотя бы мое видео хотя бы фасовое положение как рисовать фас портрет здесь ссылочка сейчас появится там я рассказывала что нельзя вот эти линии глаза просто так обводить вот эту линию видите и вот эту нижнюю видите я даже маркером веду я прерываю и вот здесь видите я саму линию не веду мы будем учиться с вами сегодня класть именно тональные пятна а саму линию делать не будем то есть мы будем класть пятна что темнее века или место под бровью что темнее в данной ситуации вот в этом месте теплить темнее место под брови мы его положим мы его положим тем самым и эта линия как бы выявится но саму линию мы не рисуем понимаете о чем я то есть мы просто делаем один элемент темнее другого вот здесь смотрите я сделаю темнее века чем окружение окружение и тем самым выделила линию типа линию но линии нет здесь будет темнее что у нас будет темнее у нас будет темнее конечно же века нижнюю века именно в этом месте но опять же смотрите все века одним тоном я не поведу потому что это опять же создаст нам линию а нам нужна трехмерность то есть я могу мягко смотрите это как бы растянуть но одним и тем же тоном все века я закрывать не буду потому что нам самое главное добиться трехмерности от трехмерности можно добиться если могут любую длинную плоскость разбиваем на какие-то короткие мазочки или штрихи если мы рисуем карандашом в общем разбиваем ее на несколько площадок любую длинную форму вот например верхний века если это у нас шарик а это у нас шарик смотрите как на него ложится тон соответственно у нас вот эта часть вот здесь пройдет основная тень вот здесь пойдет небольшой рефлексик уже вот тут освещенное место а здесь будет свет соответственно вот это место я могу закрывать и сейчас вам покажу как это повлияет вот здесь на касание значит вот я это место закрываю и кладу туда тень вот здесь кладу тень тут в конце я уже сказала вам небольшой рефлексик есть вот сюда и немножечко смягчаю переход чтобы не был очень резким вот здесь немножко могу выбрать потому что тут уже начинаться должен рефлекс и так смотрите вот у нас идет как бы линия верхнего века смотрите вот здесь у нас темнее окружение вот здесь у нас темнее сам глаз соответственно вот она линия как бы мы его глаз нарисовали но линию не использовали понимаете о чем я дальше вот у нас есть вот это вот область под бровью она вот здесь должна лечь тень который как бы очерчивает и мы ее сейчас нарисуем вот эта область будет светлее вот эта область будет темнее давайте мы положим положим здесь я довольно сухо буду класть чтобы у меня века не потекло вот это так давайте мы положим она не очень там темная потом усилить мы всегда можем а высветлить будет тяжело а усилить акварели просто так ну и конечно же у нас вот в этом месте нету такой резкой резкой какой-то границы поэтому я смягчаю еще раз повторяю я об этом уже рассказывала но повторюсь чтобы смягчить я смотрите промываю кисточку она у меня мокрая но чистая и об салфетку бумажную я ее вот так промакиваю и теперь этой влажной чистой кистью по вот этому краю я касаюсь кисть кладу вот в сторону белого вот так касаюсь и как бы задевая край немножко нарушаю вот эту линию но кисть должна быть отжата иначе по мокрому у вас вы здесь будете класть мокрое у вас все сюда потечет и будет весь пигмент мигрирует сюда нарушит вам весь рисунок вот тут когда высохнет мы еще здесь положим тоном но пока сохнет давайте дальше значит так как свет у нас вот отсюда вот это кусочек верхней толщинки я нарисовал вот здесь он переходит в слизнячок толщинку эту мы закрываем в тон потому что свет сверху мы ее всю посадим в тон так и и слезнячки я тоже тут вижу темное вот так посадили давайте теперь зальем радужку вместе с зрачком не забывайте ставить блик и мне нравится когда блик заходит на зрачок еще не забывайте момент я его тоже на всех видео рассказываю и в том фасовом положении портрет я его рассказывала чтобы глаз человека на ваших рисунках казался взгляд казался естественным зрачок прилепливайте верхним краем к вот этой вот верхней границе и толщинке верхнего века иначе будет у вас неестественный взгляд попробуйте если не верите попробуйте нарисуйте так и так и посмотрите так я сейчас залью и радужку и зрачок одним тоном а когда высохнет я добавлю более темный зрачок значит чтобы взгляд был естественным во первых зрачок мы прикрепляем к верхней линии к толщинке верхнего века а радужку низ радужки прикрепляем не обязательно прикрепляем вот здесь расстояние например расставлено ну понятно что радужка будет следовать за зрачком ну вот она будет ложиться либо на нижнюю толщинку нижнего века либо будет вот здесь расстояние но если вы сделаете вот тут зрачок и радужку посередине глаза будет очень странно хотя на фотографиях такое будет но вы попробуйте просто попробуйте проверьте материю я пробовала ерунда получается вот этот вариант гораздо приятней выглядит естественнее так у нас внутри глазное яблоко оно внутри оно в тени находится потому что от века падает тень плюс оно там в глубине и мы его утемняем заодно еще мы выделяем вот эту толщинку нижнего века тем что мы утемняем смотрите как я утемняю можно кстати вот здесь все намочить и утемняю я именно в касании к этой толщинке тем самым здесь образуется касание а дальше я могу спокойно растаскивать этот тон чтобы он не был таким уже активным а здесь из-за того что тон лег оно выделилось так дальше тут у нас еще в принципе тут уже можно класть смотрите вот эта форма под бровью здесь нужно положить еще вот такую вот тень вот такой формы вот так немножко подхватить и обязательно не забывайте что мы смягчаем еще раз смотрите влажная чистая кисточка я ее об салфеточку промакиваю и вот так вот по краю веду все и у меня мягкое касание с этой стороны также промакиваю и быстренько касаюсь смягчаю сделали а вот здесь сейчас тон одинаковый но мы с вами усилим попозже вот здесь века усилим сейчас подсохнет так вот тут высохло можно посадить зрачок сделать так сразу же я возьму тон посветлее и сделаю пройдусь по вот этой линьки здесь все равно немножко видно немножко видно верхней толщинки верхнего века немножечко и она вся будет в тени плюс от нее будет падать тень на глаз поэтому эту тональную линию можно посадить вот смотрите я сейчас буду ее растаскивать будет создаваться объем и глубина я ее сюда затяну на радужку потому что у радужки часто бывает краешек темнее немножко чем серединка так и конечно же я ее буду успокаивать вот сюда и вот здесь то есть таким образом мы получается утемняем это глазное яблоко потому что оно находится в глубине так утемнели хорошо здесь резковата линия получилась вообще если вот спокойненько все линии вот так вот смягчать то изображение будет лепиться очень мягко на самом деле у нас не так много осталось что нужно сделать давайте значит вот здесь утемним как я говорила верхнее веко вот здесь и я прохожу сразу же смягчаю это касание не очень хорошо у меня вот тут мазнулось вот здесь немножко смягчу чтобы не было очень длинной линии так вот здесь вот здесь смягчу чтобы не было очень длинной резкой линии так вроде бы как то он есть но он помягче вот здесь видите из-за того что кусочки не смягченные оставила все равно резкое касание идет дальше 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 теперь прищуриваемся и смотрим что у нас получается ну во первых вот это вот место которое я у слезнячка светлое оставила оно конечно же не будет светлым и вот здесь все не будет таким светлым мы сейчас здесь все легким легким тоном зальем потому что пока мы не затемним белую бумагу не дадим ей какой-то тон наши блики они не выделятся блик не будет бликом если вокруг белая бумага так здесь я закрыла чуть потемнее так вот это века значит оно как бы светлое но не так резко значит вот эту границу можно немножечко подсмыть смягчить ее чуть-чуть здесь вот разгоняю вот эту воду потому что на моей бумаге хлопок сатин которая без фактуры на ней останутся следы вот от краев воды поэтому если так вот что-то делаете то разгоняйте потом каким-то хаотичными движениями как будто вы штрихуете тогда не останется следов так вот тут подсмыло стало лучше можно даже немножко тоном можно немножко тоном вот здесь затемните тогда останется только как бы серединка потому что вот здесь у нас у шарика смотрите самое светлое оно не на краю оно чуть с отступом поэтому мы там как бы пригасили так а здесь оставляем самое светлое но в принципе его тоже можно пригласить потому что самый светлый блик но мы оставим потому что у нас конструктивный рисунок нам можно делать более конк конкретно более выражено чем есть в жизни более активно усиливать в общем усиливать нам нужно усиливать поэтому мы оставим так так вот здесь хочется дать еще толщину пошире шире и смягчаем смягчаем если у нас возникла вот такая вот затекло где-то то берем берем бумажную салфетку складываем что вот здесь толстенький получился прикладываем точечно вот так аккуратно и промакиваем видите часть выбралась у меня может быть не все но часть если это сделать вовремя вообще это работает всегда вы просто можете выбрать все можете выбрать часть в зависимости от влажности бумаги от состава бумаги на на целиозе можно вообще замыть полностью практически до белого если конечно не красным цветом рисуем здесь еще продолжаю разгонять так ну давайте посмотрим что нам еще нужно сделать а нужно еще вот здесь усилить место я его кандашом намечала более глубокое место поэтому оно потону темнее оно нам поможет наш глаз посадить туда как бы в глубину и смягчаем смотрите подношу кисточку с той стороны где у меня сухо задеваю краем и по той мокрой части влажной которую я положила пигмент начинает расползаться а я могу ему подмочить вот больше места чтобы он более плавно растекся так но мы сделали потемнее хорошо вот это место сейчас я тоже затонирую немножко только сухой кистью иначе сильно потечет посуши ее делаю так вот тут начинает на глаз ползти мне это не нужно поэтому я вот складываю салфеточку и промакиваю особенно в тех местах где вот прям сильно оно заползает не обязательно все проходить у меня такой крупный масштаб что это не будет заметно на итоговой работе а если и будет то это только живость какую-то добавит так вот тут высохло вот здесь еще хочется акцент мне посадить все-таки тона не хватило не хватило выделить но я мазочек сделаю поменьше так маленькие сделаю и разгоню их а я хочу вам напомнить друзья что на две серии моих мастер-классов как рисовать портрет и как рисовать человека сейчас действует цена уменьшена в три раза на все время карантина поэтому вы можете перейти по ссылочке под видео и посмотреть полностью что входит в эти мастер-классы и также у меня на онлайн платформу вы можете зайти по другой ссылочке там будет написано онлайн платформа там будет три папки вы можете посмотреть в первой папке собраны все уроки как рисовать акварелью во второй папке и в третьей будут уроки как рисовать портрет как рисовать человека это вот эти серии мастер-классы представлены на сайте но в этих папках сейчас будут открыты не один урок как обычно бесплатный а больше я сегодня пройду и больше уроков открою а мы с вами сейчас завершаем смотрите что у нас еще прищуриваемся и смотрим что еще хочется доделать посажу здесь мазочек помельче еще один посажу здесь мазочек помельче так чуть-чуть еще пройду прорисую вот здесь изнутри у меня остались какие-то белесые места из-за этого вот здесь толщинка проявляется не очень хорошо вот так как раз мягчу так ну я думаю что мы на этом закончим сейчас я поставлю автограф если вам понравилось это видео смотрите другие мои видео подписывайтесь на канал а с вами была дарья поздняк и до новых встреч